9 сентября в регионе состоятся досрочные выборы губернатора Новосибирской области. О том, как Берск готовится к выборам, в актуальном интервью телеканалу ТВК рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина. Наталья Валерьевна, расскажите, пожалуйста, о предстоящих выборах и как проходит выборная кампания. За это время избирательными комиссиями была проведена большая организационная и методическая работа по формированию участковых комиссий, по обучению членов комиссий, открытию избирательных участков. Участковые избирательные комиссии начали работать с 20 августа. За это время они два раза обошли избирателей, разнесли по квартирам, по частным домам, в почтовые ящики избирателей информационный материал о дате, времени, месте и способах голосования, а также приглашения и вестник избирательной комиссии Новосибирской области. На выборах губернатора не предусмотрено досрочное голосование и не используется открепительное удостоверение. Избиратели, которые в день голосования будут находиться не по месту своей регистрации, могли до 5 сентября включительно подать заявление о голосовании по месту нахождения. Такие заявления принимались и в территориальной избирательной комиссии, и в участковых избирательных комиссиях. Можно было их подать в многофункциональном центре или через единый портал государственных и муниципальных услуг. За весь период приема заявлений в территориальной избирательной комиссии было подано около 100 таких заявлений. В участковую комиссию обратилось порядка 370 избирателей. И около 250 заявлений было оформлено избирателями через единый портал государственных и муниципальных услуг. На территории города Берска сформировано 47 избирательных комиссий. Адреса помещений для голосования, телефоны, границы избирательных участков опубликованы в газете «Берские новости» еще в июле этого года. Также эти координаты можно найти на сайте избирательной комиссии Новосибирской области в сети интернет. Руководителями учреждений, на базе которых расположены избирательные участки, предоставлены помещения для голосования, оргтехника для составления протоколов участковых комиссий с QR-кодом. На 44 избирательных участках и в территориальной избирательной комиссии будет осуществляться видеонаблюдение в день голосования. Ростелеком уже закончил работы по установке видеокамер. Участковые комиссии назначили из своего состава, из числа членов комиссии с правом решающего голоса, двух операторов, которые будут в день голосования осуществлять работу средств видеонаблюдения. Сколько зарегистрировано кандидатов и доверенных лиц? Избирательной комиссии Новосибирской области зарегистрировано 4 кандидата. Это Анатолий Кубанов, он представлен партией «Справедливая Россия», Георгий Михайлов от партии «Народный альянс», Дмитрий Савельев от партии «ЛДПР» и Андрей Травников выдвинут партии «Единая Россия». Все трое кандидатов назначили доверенных лиц. Каждый кандидат, у них свое количество доверенных лиц от 1 до 90. На территории города Берска 417 молодых людей, которым в период с 19 марта по 9 сентября исполнилось или исполнится 18 лет. Это у нас впервые голосующие. Для них избирательной комиссией Новосибирской области изготовлены подарки, термокружки, которые они смогут получить, придя на избирательный участок и приняв участие в голосовании. Уважаемые жители города Берска, 9 сентября 2018 года состоятся досрочные выборы губернатора Новосибирской области. На территории города Берска с 8 до 20 часов будет открыто 47 избирательных участков. Приглашаю вас принять участие в главных выборах Новосибирской области, которые определят развитие региона на ближайшие 5 лет.